Полезный город И даже не самого употребления, а о случаях, когда молодые люди ради лёгких денег, скажем, да, из-за этого происходят, соглашаются участвовать в закладке наркотиков. Ну и не только из-за денег. Причины очень разные, если мы говорим особенно о наиболее младших возрастах, кто попадает в поле зрения, то есть это бывает и от 14 лет, и от 16. Очень часто молодые люди испытывают просто желание влиться в некую компанию, в которой будет группа людей, кто разделяет их взгляды, поддерживает их, скажем так, задачи у членов, кто входит в число организаторов, вовлекать в эту деятельность молодых людей. И, соответственно, они создают некий у них ореол представления команды. Это всё влияет. Да, в молодости очень нужно. Я хотела зачитать свежий относительно материал «Середина ноября». Таких много. Вот практически первый, какой мне попался. 21 год молодому человеку, Первомайский районный суд, признал виновным. 5 лет, 1 месяц колонии строгого режима. Суть в чём? Осуждённый в интернете договорился. Я после незаконно приобрёл у неустановленного лица наркотическое средство массой не менее 8,67 граммов, который намеревался сбыть через тайники закладки. При попытке сбыть был задержан, то есть до конца замысел свой не довёл, но вот 5 лет и 1 месяц. Мы ещё писали о несовершеннолетних некоторое время назад, которые получили сначала 13,5 лет за несостоявшуюся продажу наркотиков. Потом, после Верховного суда, в половину срок им уменьшили, но всё равно немало, 6 лет. Откуда взялась эта практика со стороны правоохранительных органов? Почему так жестоко? На самом деле, это известное очень дело в рамках нашего региона. Один из осуждённых был несовершеннолетним, и такие сроки нечеловеческие, скажем так, не учитывают тяжесть, не учитывают общественную опасность и личность подсудимого. Что может понимать 16-летний парень в своём возрасте, совершая вот такие действия? А минимальные наказания за подобные преступления всё равно же такое? Вот вы назвали 5 лет и 1 месяц. На самом деле, это примерно минимальное наказание, которое следует за сбыт наркотических средств в среднем у нас по регионе. В некоторых регионах в среднем сроки пониже, в некоторых есть и более строгие наказания. Тут надо просто оговориться, что люди, когда видят сроки, они не заглядывают в уголовный кодекс. В большинстве случаев речь идёт о том, что суд, когда назначает наказание в размере 5, 6, 7 лет, это наказание всё равно ниже низшего. То есть, есть нижний предел в санкции статьи. В большинстве случаев, если это речь идёт именно о наркотиках, назовём их тяжёлыми или синтетических, размер в граммах, от которого идёт преступление уже особо тяжким, считается либо тяжким, он очень маленький. Там от 2 грамм, допустим, до 10, это небольшой достаточно размер. Санкции за эти преступления начинаются от 8, 10 и 12 лет, это минимальный предел. Чтобы суд дал ниже этого, это должны быть какие-то обстоятельства. Личности обстоятельства делало исключительное сотрудничество с органами, и тогда человек получает ниже этого предела. Это общий мировой тренд сбыта наркотиков удалённым способом, бесконтактным так называемым. С развитием технологий наркобизнес перешёл на бесконтактные способы оборота и оплаты через интернет-кошельки, биткоины и иные виды криптовалюты. Это касается не только наркотиков, но и других запрещённых веществ и предметов, и оружия, и средства угона автомобилей, какие-то шпионские гаджеты. Практика применения суровых наказаний связана с, сколько я помню, 2013-2014 годом, когда в Россию было ввезено несколько видов смертельных наркотиков, от которых была волна смертей, в том числе и у нас в регионе, порядка 20-25 смертей у нас в один период случились. Резко уже источились наказания от 5 до 12 лет, это норма. Ну, я так понимаю, какие-то оправдательные приговоры на них вообще рассчитывать не стоит, если ты пойман с поличным, да? Здесь человек вообще всё время пытается поймать с поличным, с наркотиками, иначе что доказывают? Вопрос стоит не так, что оправдательный ли приговор, единственный исход положительный. Российская правоохранительная система на данный момент устроена таким образом, что положительным исходом чаще всего становится либо прекращение уголовного дела на стадии ещё расследования, либо изменение квалификации на более мягкую. У нас на практике положительный, так скажем, исход для клиента часто как раз заключается в том, что ещё на стадии расследования предъявлены какие-то нами доводы, даны показания человекам, которые следствие трактует в его пользу и прекращает преследование. То есть до суда дело не обязательно должно дойти. Конечно, человек не может полностью избежать ответственности. Здесь возникает вопрос именно о квалификации его действий, что он хотел совершить, что он намеревался совершить. Может быть, он именно не намеревался сбывать наркотика и его хранил для собственного потребления, а это совершенно другая квалификация. И даже возможность в отдельных случаях получить не реальный срок лишения свободы, а условно. Каким-то образом возможно в процессе задержания на самом старте взаимодействия с правоохранительными органами не усугублять, скажем, последствия своего поступка? Буду дать несколько ключевых советов, как себя вести в подобной ситуации и лицу задержанному, и его родственникам. В частности, в первую очередь, нужно задержанному лицу требовать обеспечить участие адвоката с момента фактического задержания. По назначению адвокат допускается следователем только после возбуждения уголовного дела. В ходе доследственной проверки такой обязанности нет, но имеется право. И этим правом нужно активно пользоваться. Требовать во что бы то ни стало адвоката, если есть уже такой. Если нет, требовать связи с родственниками, которые постараются обеспечить участие адвоката. Зачастую правоохранители не дают возможности вызвать и адвоката, и связаться с родственниками. Если это изложено правильно в документе, в любом, и это право не реализовано, но имеет место нарушение права на защиту. Требование обеспечить участие адвоката – это первое. Не давать каких-либо письменных объяснений без адвоката. Нет необходимости в какой-то спешке, понимаете. Если человек хочет признать вину, лучше все равно это сделать с адвокатом после тщательной консультации. Также требовать незамедлительного информирования родственников или близких о вашем задержании. При задержании человека, либо при его личном досмотре, либо при досмотре машины, обязательно будет составлен протокол. Протокол этот будет человеку предъявлен. И вот обязательно в этот момент стараться не терять голову. Понятно, человек нервничает, но тем не менее, в себе держать мысль, что в любом протоколе отказываться от подписи не надо. Этим вы даете возможность манипулировать потом этой бумагой в отношении вас. Необходимо прочитать, понять, что обнаружили, о чем пишут. Если это не ваша вещь, обязательно об этом писать. Независимо от того, что вам говорят сотрудники правоохранительных органов, что не надо ничего писать, потом разберемся, тут все нормально. Обязательно пишите. Все замечания, которые вы считаете нужным, что вещь не ваша, что вы не присутствовали при моменте, когда его изымали, что нашли его не в вашей машине, еще что-то. Почему это важно? Впоследствии, когда этот документ будет изучаться следствием и судом, обращают внимание на то, выражал ли человек свою позицию сразу. На это обращают внимание в том числе Европейский суд по правам человека, когда люди туда жалуются на недопустимые методы расследования, на провокацию, на то, что им подкинули что-то. Если он говорит только в суде, то зачастую их жалобы не удовлетворяются. Получают люди большие сроки. Какова их судьба дальше? Есть ли шансы просидеть меньше, чем ниже нижнего данной нам 5 лет, допустим? Если вы имеете в виду смягчение наказания, то в данном случае смягчение активно используется и применяется на общих основаниях. Это условно-досрочное освобождение, замена нет бытой части наказания более мягким видом наказания. Все эти случаи относятся к правильному поведению, хорошим характеристикам в местах лишения свободы. В Кировской области бывает такое? Бывает достаточно часто. Приходилось ли вам сталкиваться с молодыми людьми, которые по ошибке своей собственной оказались за решеткой и потом вышли на свободу? Что с ними? Много таких случаев. В моей практике есть случаи, когда повторно совершались преступления, но это очень редко на самом деле. Это хороший урок для молодежи. Большой срок наказания. У них есть время и подумать, и переосмыслить. Они в большинстве случаев до приговора уже все осознают, понимают и жалеют о содеянном. Считаю размеры наказания, которые сейчас существуют, как минимум наличие в статьях по сбыту наркотиков достаточно высоких, именно нижних пределов наказания не обоснованы. Как бы ни влияло на человека, само событие привлечения к ответственности длительный период нахождения в местах лишения свободы ничего хорошего не приносит. От многих людей отворачиваются семьи, бросают жены, они не видят детей. И как бы возвращаясь в общество, они тех связей социальных, которые у них были лишены, это не способствует тому, чтобы они становились снова добропорядочными гражданами. Длительный период нахождения под стражей для общества и для государства никакого принципиального значения абсолютно не имеет, во всяком случае, по таким составам по сбыту наркотических средств и употреблению. Подводя итоги коротко, еще раз напомним, что вообще, наверное, это универсальный совет требовать адвоката и не быть пассивным. Во всяком случае, не бояться, постараться остаться с трезвой головой и отразить все свои возражения относительно происходящего в какой-нибудь бумаге. Обсуждали тему сегодня с председателем коллегии адвокатов Дзукаев-Глотов и партнером Александром Дзукаевым и управляющим партнером коллегии Андреем Богдановым. Спасибо вам. Спасибо большое.